Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляют всего те выпуски которые ты делал они находятся скажу в пк группе да так что заходи в контакты тебе как бы стыдно администратор лобератор администратор но тогда он еще кстати не был по моему а вот нет он был 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 да да читала не есть поэтому я печально с каждым новым подкастом становится все скучнее и скучнее но напиши все лучше наверное это диабло ладно будет вам марио вот эл я все понимаю тебя просили выкладывать обучение тактики но тебе не кажется что это уже перебор эхэл если бы не снимал ты видео по героям то дали бы тебе все ключик на официалку это вопрос или что я не знаю скорее всего бы не дали потому что мне никогда ключи от бетки и от альфы близок не тут видимо человек противоречит в отличие от новые он говорит ну то есть противоположное мнение высказывает что хватит всяких обучающих роликов у меня еще много что ли ну вот обращение что это же перебор это же перебор ладно у кого есть герои дайте поиграть а люди дайте героя дайте их нам ладно на самом деле будет ли пасхалки еще и это последний вопрос от меня пока пасхалки будут если я их найду или кто-нибудь мне поможет их найти с удовольствием запишу а ты видел вот там вот вот они уже записаны в блокнотик я набираю да вот просто нужно понимаете как бы чтобы выпуск был конкретно вот да хотя бы из пяти пасхалок которые бы уложились бы в четыре или в три минуты но к сожалению пока нет пока нет пока стремимся но нет да давай тебе десел привет собственно говоря мне в skype лень писать а тут на суд людям ну в общем дес если есть идейка записать на несколько выпусков про пейдэй как тебе ну идея хорошая более того у меня она уже есть ну в смысле она у меня и была и будет и как только освобожусь далее будешь ли ты записывать каждую миссию каждое задание естественно даже буду ограбление на улице всякие записывать вот выйду на улицу запишу ага эл нужно ли тебе станет роу лень писать на английском да я бы и понял вы на транскрипте если да и даже на санскрипте и на санскрипте даже если ты бы спел а то ответь то я а то я спрашивал а ты молчишь да вот ты вот не ответить он нужен для тебя санксроу 4 для кооперативного прохождения ну нам уже предоставляли да санксроу а вот он как раз это и делал да поэтому ты знаешь ответ на этот вопрос у меня уже есть твой аккаунт хотя я уже и логин и пароль потерял так что если понадобится я к тебе обязательно обращусь так же дес есть предложение сделать пару стримов по компании героев 2 опять же лень писать ну в общем но насчет героев пока нет а героев 2 это какие это и вторые герои это что вообще за герой магии меча да я помню я в основном 3 люблю ну и 4 да еще один вопрос здесь будешь ли ты проходить вархаммер вархаммер 4000 4 ты кажется на нолик ошибся самое такое малость ну там 4 40000 какая разница дауна фор 2 или чаус хаус разница эммм да когда я тебя доберусь до вархаммера надо вот только разобраться со всем ладно эл какая твоя любимая игра от blizzard это очень трудный вопрос я честно не знаю какая у нее любимая игра вот прям вообще не представляю да у них у всех разные жанры и все эти четыре игры которые есть они не нравятся поэтому не могу ответить на этот вопрос но учитывая в какой игре у него больше всего достижений я думаю что это все таки world of warcraft ах ты меня раскусил ах ты негодяй ох ты подлец да вовку и в общем давай следующий а твое отношение к героям меча и магии я их только видел в компьютерных клубах не понимал в то время да и сейчас не понимаю да детство было хорошее одним словом у вас живут в подъезде копники у вас молодой человек у нас вот конкретно даже вот ты вот сейчас вот находишься в москве живут ли у тебя гопники в голландии догадываюсь что не факт что там только у курки там только у курки да и бабушки и бабушки бабушки у курки ну смотри уже сколько я в москве полтора месяца плюс я еще ни разу не видел ни одного соседа по лестничной площадке аналогично я живу уже до хрена и я почти не встречаюсь не с одним соседом не я встречаюсь я встречаюсь только с соседями которые живут на одной площадке со мной с остальными соседями я фактически не пересекаюсь магия да просто когда я выхожу они сидят дома по какой причине я описывать не буду может быть надо на время обратить внимание да поэтому вот так вот так вопрос к Элу и Безу а слышали ли вы про проект от Близзардов под названием StarCraft Ghost Более того я даже ждал его какое-то время и для меня это было нечто подобное как Comet and Conquer Renegade но к сожалению он не вышел к сожалению хотя по моему если не ошибаюсь они его оставили под вопросом то есть он может еще когда-нибудь выйдет как говорят у нас за бугром положили они его в морозильную камеру ну да заморозили проект хотя я не знаю что там в том в твоем Conquer and Con или как ты там обозвал Comet and Conquer вот я не просто Ghost это был шутер да здесь то же самое то есть представь себе из стратегии сделали полный шутер и вот Comet and Conquer вышел это было настолько потрясающе ты мог пользоваться всей техникой которая там была в игре блин это было так круто но но потом была должна выйти вторая часть этого шедевра и она не вышла жаль Blizzard может быть в кое веке поскольку Ghost только планировался для консолей а поскольку мы знаем что у них уже есть хороший опыт с Diablo 3 мне кажется в далеком будущем Ghost они все таки выпустят наконец таки я бы сильно матерился если бы они выпустили только на консоли это было бы очень обидно я думаю это будет потому что шутер на консолях нет это не шутер был это шутер от третьего лица был так что не путай ну а разница то в чем это все равно шутер ладно знаешь мне в любом случае стреляет неважно от третьего или от первого лица нет в шутере третьего лица допустим такие как Resident Evil там как то легче целиться ну я от себя говорю реакция быстрее на мышке всегда да всегда быстрее но практика доказала когда выпустили первую Call of Duty Modern Warfare на консоли проводили соревнования только на консолях и там показывали такие выстрелы что я догадываюсь но все равно тебе просто привычнее мыха да а разработчики считают по другому в общем мы слышали мы ждем с нетерпением и я думаю в ближайшем будущем Blizzard скажет ага Xbox One и PlayStation 4 пока все еще не провалились не провалились мы давайте-ка оживим этот проект как раз графику хорошую сделаем и все такое привет Элкин можно ли с тобой поиграть в StarCraft? конечно можно если я проснусь на выходные и приду игры со зрителями да сейчас вот по машине но такое бывает очень редко поэтому вот так Элда смотрели вы Хоббит пустыш с Мауга если да то как вам сюжет в книжке бы лучше Хоббита? да я вообще Властелин ни одну часть не смотрел на самом деле просто я понимаю тебя то есть как человека который к этому никак не относится и в принципе тебе как-то так параллельно мне хватает вселенной Варкрафта мне в принципе просто тоже хватает различных других вселенных таких как например Вархаммер и их книжек вот так же по Варкрафту книжек по масс-эффекту книжек по масс-эффекту там такие масс-эффекты да поэтому на самом деле я в свое время когда читал мне книжка вот как именно изложена весь сюжет в книжке мне понравилось все-таки больше нежели в фильме ну опять же на вкусу да и последний тебе вопрос опять же с моей стороны Эл и Дес вы бы вы бывали когда-нибудь в Дубай я нет ты не бывал? я вот удивишься нет а я думал ты там живешь ты ты наверное нет ты там тоже наверное он не бывал я не бывал там никогда что я там делать буду в 45 градусную жару да надо будет как-нибудь поехать но надо будет съездить да когда там Gamescom будут проводить обязательно съезжу я пропущу наверное вот этот вопрос да ладно задаваю сразу оба ладно я вот на вопрос тебе способен ли ты набрать хотя бы 100к подписчиков почему хотя бы он рассчитывает на 300 тысяч как минимум да на миллион рассчитываю да но это все в планах далеких это как я вот начну с вебкой например стримить на 50к да да 50к когда будет вы увидите как же выглядит дезертирка да возможно я как раз к этому времени закончу наконец гребаный ремонт в квартире да и он вам покажет 360 обзор да такой знаете вот как гугл такой вот да 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 как раз на то время youtube включит эту возможность да 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 прямой трансляции так давай вопросы к дезу дезу почему бы тебе не поиграть в battlefield 4 по мультиплееру наверное потому что у меня есть только battlefield 3 а battlefield 4 я решил не покупать потому что играл в основном в такие игры ради компании а не ради сетевой игры и как то так да я играю в шутеры в основном ради компании мне это интереснее хотя исключением для меня стал тот же самый Call of Duty нет Call of Duty это мыльная опера а для меня это стал именно counter strike хорошо только это назывался тогда half-life нет это была модификация когда-то давно а я говорю про конкретно 1.6 который прям вот а все понял вот прям как хорошо я там уже вот прям вот задротил в них 1.6 не 1.3 нет не 1.5 хорошо и жестко я это делал в 1.6 и ресурс а до этого да начинал с 1.2 хорошо будет будешь ли ты проходить плен с зомби с гарден вот так как это мультиплеерная хренатень наверное нет потому что насколько я знаю там нету именно какой-то компании там есть именно мультиплеер поэтому как его вообще проходить если это мультиплеер и обычные битвы поможет я конечно что то не знаю да или что то не догоняешь так где сачок чему почему ты сделал стрим со зрителями аж через два года или это у вас был спор слабо ли будет чего объясни свой я то знаю о чем он спрашивает да ты расшифруй вопрос в начале про два про стрим через два года ну во первых у меня на моем канале действительно есть стрим который начнется уже через два хотя по-моему даже уже меньше чем через два меньше меньше вот и суть в том что данный стрим был создан не просто так и вообще там в начале стрима даже написано читайте описание да это не просто так сделано потому что там в первом же в первой же абзаце написал что так то так никто не понял в чем суть юмора посмотрите такой то подкаст где мы объясняли там и да они раскрывают всю соль пусть человек идет и смотрит да если интересно посмотрите то есть там все это есть да все вот прям хорошо все это описано ладно теперь тебе как думаете сколько будет существовать Blizzard Blizzard будет существовать пока мы не сдохнем да Blizzard будет долго существовать так что пока мы даем ему деньги да хотя Blizzard в альянсе с Activision так что они друг друга будут подкармливать а их игры сколько будет существовать вот как ты думаешь сколько будет существовать в WoW вот даже была новость что вот выйдет в WoW 2 вот все такое вот как они это все будут объединять там делать как то вот хотя вот тупость по мне выпускать в WoW 2 проще обновлять все время контент для самой Вовки было бы интересней не соглашусь потому что Вовке уже 10 лет целое поколение выросло некоторое поколение уже ушло кто то даже в комментариях написал у кого то уже и дети родились ну да поэтому в WoW 2 ему надо быть чтобы они перезапустили во первых сам игровой движок наконец таки были нормальные хорошие модельки с текстурами а то порой аж стыдно заходить в ванилку только я вот тут хочу сделать маленькую ремарку что интеграции не будет с первой Вовкой не 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 маленькую ремарку по поводу графики а главное чтобы если они будут менять графику не делали что-то типа линейки потому что получится очень реально холодный мир почему мне не нравятся вот разные новомодные вот эти вот фри-то-плей игры и прочее почему я в них не играю потому что в отличие от той же самой Вовки для меня там все очень ну как вот в Вовку ты заходишь приятная графика даже сейчас спустя 10 лет все же вот я думаю ты с этим согласишься а вот в остальных игр типа линейки и прочее она как-то просто железная такая холодная ну как вот сказать темные цвета сама по себе она какая-то несуразная слишком такая модернизированная ну то есть именно дело не в полигонах дело не в качестве а именно вот в подходе и поход к графике в World of Warcraft мне нравится больше нежели в других таких проектах ну не бойся когда ты смотришь рекламные ролики допустим того же катаклизма я не говорю про CG где показывают реальную компьютерную графику а где они показывают новые локации новые квесты там все очень хорошо нарисовано потому что это новый движок скорее всего в Вовке 2 будет то же самое но он опять же сделал ремарку сказали что это будет не ранее чем там лет через 5-10 может и позже у них это ходит слухи может на каком-нибудь а это значит что еще там минимум 5 дополнений нас ждет потому что упускаются они почти каждый год может на каком-нибудь там не знаю четвертом близконе там они как-то намекнут на это покажут нам парочку моделей там не знаю еще чего-нибудь как с фильмом допустим в прошлом близконе и все там слюной истекут и умрут не дождавшись да в общем будет что-то долго существовать да и их игры будут перезапускаться до нового поколения хотите ли вы чтобы в героях был редактор карт я думаю что это логично чтобы он там был и скорее всего Близзам это будет даже в какой-то степени выгодно потому что если люди начнут создавать свои карты то игра будет дольше жить и им не будет надоедать да 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 именно так же можно создавать героев собственных соответственно это тоже будет интересно насчет героев собственных не знаю потому что Близзарды все-таки хотят денежку какую-то получать но я имею в виду именно создавать героев допустим отдавать на суд Близзардам они будут там не вряд ли это будет но вообще конкретно вот по героям я думаю что все-таки скорее всего они сохранят скажем так свое конкретное видение то есть именно героев из игр их ну да тех кого нет они вводить скорее всего не будут ну просто они не хотят наверное чтобы их судили если кто-нибудь трансформера закинет туда ну да что-то в этом духе а костюм можно куда бы вы потратили ядерку если бы она была тебе бы в огород я бы тебе ее запустил чтоб такие вопросы не спрашивал почему фон твоего канала так быстро меняется скорее всего имеют в виду обложку фон ну вот который ну да баннер вверх ну не знаю вот захотелось так и менял хотя уже два месяца не меняю а в планах есть что-нибудь новое запилить туда ну вот скучно в общем да я просто не постоянный человек солидарен солидарен ну да поэтому мы и записываем вместе так что тебе мне вопрос ну я могу еще один прочитать давай эл где твои стримы по старкрафту было очень интересно и весело смотреть как ты с ником и прочнистым играли особенно понравилась последняя серия где вы пол игры обсуждали пирожок с бургер кинга я видимо что то пропустил ты много я же говорю о лайв каналах порой там такой такой бред творится я видимо что то пропустил понятно в принципе ты тоже на моих записях много чего пропускаешь ну да у каждого свой эксклюзив и да у нас порой бывает особенно когда мы с ником доводим прочниста он это не может иногда отличить где шутка а где серьезно вот и поэтому там обсуждаем всякие темы в другом подкасте говорил что эти игры по будням командный 2 на 2 или 1 на 1 они в случайном порядке уходят поэтому советую всем подписаться на оба канала включить уведомления по почте или как вам удобно вы не пропустите стрим а если и пропустите то узнаете о том что он был и всегда посмотрите записи именно так давай так уже этот вопрос мы видели почему ты ушел из крабов ответь еще раз для этого подкаста по той причине что он был создан чисто для подписчиков а так как подписчики прыгали по мне когда я был в клане это было не очень круто потому что например я мог зайти поиграть даже вот кстати я сейчас вспомнил что я например захожу поиграть с друзьями да конкретно то есть не хочу чтобы кто-то прыгал например не успеваю там по-моему даже нет функции включить чтобы только для друзей там в старкрафте такой функции нету поэтому ко мне начинают прыгать люди и это не очень круто да выгонять правой кнопкой выгонять да ну то есть и людям вроде как обидно и мне неприятно то есть поэтому я ушел и вот как то так диза будешь ли ты играть в игру ред чего ред орешта 2 героя сталинграда она у меня есть я ее за бесплатно получил да то есть играть в нее скорее всего не буду получил просто ради получил получил так получил ну да и она лежит ну не знаю как то пока пока желания нету вот теперь к тебе как ты относишься к самопиарщикам но мне кажется есть два типа самопиарщиков первые которые делают херовый контент и пытаются распиарить его таким плохо а вот если он как то это незаметно пиарит но он просто зашел на твое видео оставил комментарий видео а не написал ой зайдите ко мне на канал тогда плохо то есть такие люди как бы по любому случаю удаляются хотя я сам иногда пишу на популярные каналы со своего основного канала но у меня нету преследуя цели чтобы все таки перешли ко мне на самом деле наврал но ладно ну а так на самом деле да скорее всего плохо потому что ну смысл как бы пиариться за счет кого то тем более что заходит правило наоборот меньше людей например то есть я заходил наową наśaraoh у которого просто было сообщение прикольное видео да то есть например да там посмотрел опа какой то там канал зашел ой интересный действительнова к видео funciona он просто обычный комментарий оставил то есть поэтому скорее это наоборот даже они себе же хуже делают тем что это отбивает желание к ним заходить палка двух концах ну не всегда хорошего поэтому вас да не всегда хорошего там допустим человек который делает видео всегда его находит его аудитория таких примеру я тебе могу массу привести да вот рядом со мной например такой пример сюда сидит вот педники делает релизера а его смотрят очень да не против этого года но у нас я же помню твои там ролики фотошопу которые куда ты она куда удалились которые уже да ведь я их смотрел как я смотрела да ты че в каком городе живет дезертир в москве поэтому в дубае я тоже я вот подозревал что что то с нами не так шутка почему перестал записывать свои реплей потому что я перестал играть в 1 на 1 и 2 на 2 только стримлю вечерами так что у нас странный вопрос сегодня что не будет стрима по старику но так как это было два месяца назад предположу что это была какая-то суббота или воскресенье когда у меня не было возможности стримить да наверное не будет где скуда делал мой вопрос процент он урон ниже было мы его прочитали просто я спамил и если у тебя не все отображается сотый комментарий мой вот такую ачивку получил человек но ты его обломал вам об и сказал что он уже 117 любишь котеек так же как собак мне кажется котейки они более няшные чем собаки собаки более привязаны а котетеки они гады сами по себе Просто они злые, когда хотят приходят, когда хотят уходят Будешь ли снимать другие игры? Конечно не буду Кроме Близзардов нету других игр Какая твоя цель в жизни? Снимать игры Близзарда Давай Где? У меня такой вопрос Будет ли ты проходить грайнд Out of Sport, когда он выйдет? Грит Да, я поиграл в него и понял, что не мое все-таки именно более-менее профессиональные гонки Я люблю больше такие по улицам все-таки неограниченные, где ты там можешь выбирать Мне очень понравилась в этом плане игрушка Burnout Paradise Она в этом плане очень классная То есть ты там не выбираешь, у тебя конкретики, трассы нету Ты можешь куда-то свернуть, уехать по улице, по городу Ты можешь, грубо говоря, у тебя трасса буквы Г нарисована, ты можешь взять там срезать напрямую И тебя не респаунят обратно Да, и ты как бы проезжаешь, и если ты приезжаешь первый, то это все отлично Там правда тоже не все такие трассы, там по-моему есть, которые надо конкретно следовать, там конкретно обгонять вот человека именно А потом ты уже можешь, например, ехать так лучше Почему перестал снимать стрим с дезом? Было весело 2 на 2 на 2 на 2, а теперь лишь торговый Ну, потому что засосало кого-то в торговый ряд по уши А кого-то высосало из торгового ряда по уши Да, и поэтому Поэтому мы разделились Ну, а вообще просто Элкин еще спит И зал, и улицу, и еда И еда, да И много, в общем, проблем Да, просто когда жил в Голландии, там как-то минус 2 в 10 утра по местному времени встаешь в Москве В часик Не, наоборот, в Голландии удобнее было Там с утра отстримил, все, день свободен Любишь ты физический спорт? Ли Ты? Ли Если поеданием пирожков из Бургер Кинга можно назвать физическим спортом Ну, вообще, насколько я знаю, у тебя на втором канале было очень много интересного Именно по физическому спорту в плане катания, например, на велосипеде, это кардио Кардио Тренировки В каком-то смысле это тоже физический спорт? Ну, вельки люблю Кататься на них тоже люблю Кататься тоже на них люблю Записываются с них прогулки тоже люблю Да, когда купил GoPro, думал, ой, блин, сейчас буду все снимать, но... Вот прям поверишься на голову и буду с нихрой Да, я купил, кстати, эту хрень для головы Да А потом на те, как все на идиота смотрят на улицу и думают, блин, а, че ж за облом-то такой? Ну, тут как бы два выбора, либо перестать снимать, либо насрать на чужое мнение и продолжать делать свое дело, если тебе оно нравится Вот, а ты верующий? Нет Веришь ли ты в то, что если вести себя плохо, попадешь в ад? Я знаю, что если вести себя плохо, то... Можно попасть в сад? Нет, если вести себя плохо, ты можешь попасть в гроб, а там уже тебя сожрут черви Да А где твоя душа будет гореть вечность? Не знаю Не знаю Вот, в общем, на самом деле я сейчас вот небольшое отступление сделаю Я недавно играю, когда у меня выдался в свободное время, в Вовку Увидел там интересную тему Ребята обсуждали то, что произойдет в ближайшее время Это, то есть, затронули, значит, тему Веры, затронули тему Америки, то, что там Вовки Вот прям вот такой вот, реально вот, прям там пост можно было написать, огромный такой, знаешь, на несколько страниц Вот они обсуждались, частное написание На форуме? Нет, прямо в прямом эфире В игре? В поиске спутников, да Ну, ничего себе Это была реально вот долгая такая беседа между пятью или шестью людьми там, да Вот они общались Прям вообще, я вот не ожидал от Вовки такого То есть, что там прям такие баталии по этому поводу Ну, что ты от Вовки не ожидал? Ну, правда, я тоже потом вступил в эту баталию Там сказал, что смысл вообще во все это дело верить Особенно, если учитывать как раз вот фразу, что мы все равно когда-нибудь попадем под землю, где нас сожрут Да, и приходим мы сюда только для того, чтобы умереть, по сути Поэтому надо ловить кайф, веселиться и получать удовольствие Ну, заметьте, опять же, ремарочка Я не имею в виду колодца там наркотой и получать от этого удовольствие Я имею в виду конкретно получать позитив То есть, да, смотреть там какие-нибудь хорошие видео, да, как пример Гулять там с девушкой, общаться с ней, да, там, общаться с друзьями Вот позитив, а не то, что там мы пошли, напились, да, там И сидите где-нибудь в подъезде там фигней страдаете Нет, я такого не имею Как ты додумался до своего Ника? Вот как ты до Ника додумался? До Ника? Да, вот прочнись, додумался до Ника, как ты до Ника додумался? Не знаю, Ник как-то сам появился в нашем сообществе Говорит, смотрите, я Алмаз Смотрите, я Ник Да, я Ник Не знаю, я когда начал играть в Вовку Создал себе персонажа кровавую эльфийку Мне захотелось какого-нибудь оригинального имени Поэтому я вел в кругу эльфийские имена И вот выпало одно из этих И я его взял Взял и застолбил Позаимствовал Да, не, это, по-моему, был случайный генератор имен эльфийских Какая любимая раса? После чего ты злостно ответил человек Да, моя любимая... Да, я видел и оттуда Какая моя любимая раса? Человек не уточнил, в какой игре, поэтому... Во всех расах какая твоя любимая Короче, тираны у меня любимая раса, и все Так, я думаю, тираны, скорее всего, маги в Диабло, там, да, грубо говоря, визарды или как они это называются? Визарды, да, но... Каждый раз, когда выходит новый патч в Диабло, у меня любимый герой, это называется другой Ну да, вот, например, я помню, ты мне не так давно сказал, что тебе там что-то понравилось вуду этот... Да, вуду, вич-доктор Он сейчас мага переплевывает только так, хоть там item level ниже, но он там такие чудеса творит на гаражах Вот, поэтому, да Ну, в общем, к сути чего? Вот тут как раз вот очень хорошо можно посмотреть, да, Элкин конкретно, скажем так, сказал человеку, что пролетит, скажем так, ему бан, если он не прекратится память По поводу этого, если вы хотите нам задать конкретное количество вопросов, то есть много И, допустим, если они вам приходят раз через раз, да, то есть, ну, не прям вот сегодня, например, там, пришел один вопрос сегодня, второй завтра Вы можете... на ютубе есть такая функция, как редактировать свой пост Да? Да, то есть, вы просто берете, нажимаете вот так вот и там редактируете Ну, поскольку ты у меня в канале, ты этого не увидишь Да А вообще просто записываете там на листочек, вот, видишь, я могу редактировать, да, то есть, либо просто записываете вот так вот туда вот, все Понятненько Так что просто редактируете конкретно одну свою запись, то есть, не надо постить 200 вопросов один за другим, там, или как-то в этом роде Приветушки, Эл и Диас А вы думаете о победе Кончиты Вурст или Вюрст, как ее правильно называют, в Евровидении? Что ты думаешь вот об этом? Я просто увидел в интернете много мемов, и мне стало ржачно И лишний раз убедился, что Европа деградирует И это говорит человек, который недавно жил в Европе Но когда он приехал в Россию, он понял, что Европа деградирует Да, я всегда знал, что с Европой что-то не так, да? Да, но Да сейчас я это понял окончательно Да, окончательно Вот Че, где тебе че-нибудь когда-нибудь? Давай, где? Мышкой Где-то какая-то твоя любимая игра Желательно еще раз, потому что я тебя перебил Тес, какая твоя любимая игра? Твоя любимая игра? Да, твоя Ага Вот именно твоя, не моя, не его, а вот именно твоя Блин Что? Я даже не знаю, да ладно, на самом деле я шучу Тетрис Нет, моя самая любимая игра, которую я помню даже купил Прям вот самой первой игрой, которая у меня появилась еще до появления компьютера Это была Max Payne первая часть Это я тебе обзавидовался, потому что моя первая игра это была Была, была Да, я еще расскажу Была Max Payne первая часть Да, где там 3D хотя бы было Кое-какое А у меня было Diablo 2 Ну, Diablo я очень часто и много Видел Ну, да В клубах компьютерных Да, как там люди выбивали себе легендарочки и прочее А потом понимали, что их сейв какой-то удалил Да ладно? Да А, ну да, раньше же не было USB и floppy Да Блин, как это ты че? Я помню, я прошел уже, короче, до пятого акта Почти там все У меня персонаж такой прокачанный был Никто не удалял, причем сейв был, все отлично И потом я как-то в один прекрасный день прихожу, такой думаю Ну, сейчас все, я наконец-то добьюсь Пройдусь и игрой Я знал, что там все пять актов Знал, что этот последний И сколько тогда было мата? Че случилось? У меня удалили персонажа Да твою что Брицай, вот ты проходил такой Тратил деньги реально на это Ну да, я помню там Сколько у вас час стоил? У нас час, по-моему, стоил что-то То ли 150, то ли 300 рублей Просто в разные моменты времени он стоил примерно Да, не забывайте, что была Девальвация, по-моему, рубля И это было, не знаю, там, может быть, копейки сейчас Ну да, ну нет, я бы не сказал, что это Там как раз это было дорого Ладно, что ты мог купить на эти деньги раньше? Ну я мог так неплохо сходить в МакДак А, вот видите Один пирожон Нет Или покачать Нет Действительно, неплохо мог на тебя в то время сходить в МакДак Покушать Покушать, да Нет, Диабло все-таки тебе спасало твой желудок, но Тратило твои нервы и глаза Особенно в тот момент, когда я пришел и понял, что персо нет Это было жестоко Да Всем пока-пока С вами были Эл и Дэс Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok